Сейчас я вам кое-что объясню. То есть не надо думать, что я очень умный человек. Далеко нет. Вы знаете, я... Я люблю наш город Магнитогорск, я люблю наших жителей, я люблю всех тех, с кем я общаюсь, но я ненавижу, когда мне лгут. Это из той оперы. Я при Советском Союзе еще воспитывался. Слово ложь для меня было... Очень нехорошим... И... Так. Так вот. Так вот, вы смотрите на меня и думаете, что я очень умный. Я, к сожалению, далеко не самый умный человек. Совсем не умный человек. И вы знаете, я люблю город Магнитогорск и доверяю городу Магнитогорску, но при этом это доверие у меня было еще и в Советском Союзе. Я просто был воспитан в Советском Союзе. И когда мне говорили слово ложь, я понимал, что это вообще не очень хорошее удовольствие. Лицемеры это из той же оперы. Лицемеры. Вау. Они вам лгут и думают совершенно про другую вещь. И при этом нам говорят, что вы должны торговаться. То есть вы приезжаете в Турцию, и вы должны везде и всюду торговаться. Давайте все-таки определимся, где лицемеров больше. То есть мы ничего не будем говорить о наших торговых точках, в которых пруд-пруди, и ценники, в которых в разы больше, чем в Турции. Это однозначно. Их как бы хотелось бы колбасануть. Полбасануть. Однозначно. Особенно после того, как в Мигрси вы там побываете. Отдельная тема. Ну да ладно. Теперь мы находимся рядышком с центральным крытым рынком. Вообще-то мне он всегда нравился. И я почему сюда пришел? Потому что я пришел, в смысле мне сюда необходимо было прийти за специями. И я брал ровно столько, сколько мне было и нужно. И при этом удовольствие я здесь получил большее. Потому что 27 лет, которые я работаю на телевидении, я каждый год готовлю шашлыки, описанные Валерием Юрьевичем Геммивиртом, который мне это делал и рассказал. Я так же делаю. И да, вообще никаких проблем не было. На специи я потратил мизерное количество. Но в связи с тем, что я готовлю шашлыки, мне естественно необходимо что? Мне необходимо мясо. Вот вопрос сейчас будет интересный. И вот для вас, для всех. Ну естественно. Вы же должны же понимать, да? То есть когда он начинает втирать про фермерское хозяйство. То есть вот чисто фермерское хозяйство. Чисто фермерские продукты, питание. Чисто все должно быть здесь. То есть только я задаю вопрос. Может быть я тупой? Может быть вы более умными являетесь ли? Но я помню то самое дивное мгновение, когда я в первый раз ездил на машине в Челябинск. Это еще было тогда, когда еще под арсями были свинофермы. Едешь и видно, что здесь выращивается свинина. По сути мы этой свининой кормили большую часть земли. То есть Россия кормила большую часть земли. Не слышали? Было такое. Ну а как по-другому? Мы же их кормили. Им так сейчас нравилось, что когда мы их кормили, они ничего не делали. И может быть тогда свиней хватало на зарубежное путешествие. Сегодня и сейчас проедьте рядышком. Да не будьте дебилами. Съездите хоть куда. Обратите внимание, что сейчас творится. То есть везде говорят, что село должно на нас работать. Только село какое-то, оно потихоньку сдувается что ли. Не свинофермы, ничего нет. А стоят вот эти остовы, которые по сути уже убрать-то некуда. Потому что все остальное, ФБСные блоки сделали у нас отдельная штука под названием... Две штуки на вокзале. Да-да-да. Из коровников все это сделали. ФБС-блоки оттуда все это дело привезли. Мне говорят, что у нас все дело закончилось. А я говорю, что я съездил вчера буквально из Екатеринбурга, приехал. И там как строились эти небоскребы, уже там нормальные небоскребы, уже 30 этажей. Я считаю, что это уже более или менее небоскреб. Так это для жилья, естественно. Их очень много строится. То есть я думаю... И вот мне возникает вопрос, когда мы все-таки заберем все население, чтобы оно жило именно в городах. Ну то, что с севера, там уже просто приезжаешь в город, посмотрите трассу. Не вот эту дивную трассу, хотя там тоже нужно посмотреть, о чем идет речь. Вот, это вот Якуск с Магаданом. Есть там такая трасса, посмотрите внимательно. Просто ради прикола. Какие там дома, какие там новостройки, в которых никто не живет. То есть там живут в одном месте, где они вот поворот делают. А там все, они тишина. Криво, да? Это все мы забрали. И когда мне начинают сказки рассказывать, как вы уже понимаете, да? То есть я посмотрел, то есть везде и всюду остовы. Давайте все-таки определимся с целью нашего путешествия, из чего я пришел к этому варианту. То есть мне говорят, мы торгуем только фермерским мясом. Я еще раз вам говорю, что ни сегодня, ни сейчас, лет, наверное, 3 или 4 года назад я ездил и брал машину, вез людей. Они так сказали, что свиноферма окупается за 2 года. За 2 года она полностью окупается. Да, да, да. Сейчас свиньи там выращивают. Нормальные, стандартные свиньи, ну, бройлерные. Они живут ровно полгода. За полгода они хорошо вырастают. И есть свиньи, у которых даже шерсти нету, потому что там тепло. Вы понимаете, там тепло. Потому что там все красиво и делается для вас. И потом эти свиньи, естественно, куда везутся. И в наш город Пагеттург в том числе. Для того, чтобы вы поняли, что такое фермерская свиньи, свинина я вам объясню. Будем говорить, что примерно на 50 человек мы съедаем в день одну свинину. Ну, просто. Ну, посчитайте. Ну, ага, откуда? Ну, откуда? Ну, откуда эта свиньи возьмется из фермерских хозяйств? Это невозможно сделать. Есть небольшое количество. Они приезжают, и приезжают, как правило, на таких крутых джипах. Я понимаю, что, в принципе-то, и у них все нормально и ровно. Только эту свинину они продают уже с добавочной стоимостью. Представляете? Я взял себе свининку. Ну, примерно 260 рублей. Типа должна быть крутизна. Ну, взял. Но! Еще раз вам говорю. Когда мне начинают рассказывать сказки про свиней, которые работают и выращивают промозабой, так вот, я вам только что объяснил, что ни одно фермерское хозяйство рядышком с городом Магнитогорском не может удовлетворить даже десятой доли потребления свинины в городе Магнитогорске каждый день. Ну, не надо сказки рассказывать. Стандартный промозабой. Стандартный промозабой. И когда я задал вопрос своим товарищам насчет... Вы понимаете, да, что как бы это все-таки не килограмм мяса, а стандартное мероприятие, килограмм так 15 делают, да? Ну, в этот году столько не получилось, потому что... Ну, не получилось. В следующем году получится, потому что 50 лет, я, естественно, постараюсь это сделать. Да, так вот, мне сказали, ты не возьмешь себе подешевле. И у нас типа, хотя эти типа товарищи потом приехали, типа, туда, где мы запускали самолеты, на типа, достаточно навороченном BMW, купив себе типа замечательный свободно летающий резиномоторный агрегат стоимостью типа 200 тысяч рублей. Да-да-да-да-да, вы не думайте, что мы летаем, в принципе, за то, что мы можем собрать. Но есть товарищи и покруче. Да-да-да. Потому что я это дело собирал, я знаю, какой геморрой. Для того, чтобы я собирал свой собственный радиоуправляемый планер. Это реальная, большая. Да-да-да. Я просто это делал тогда, когда еще пластиковых крыльев-то таких, по сути, и не было. Вот и все. То есть, понимаете, да? А мы тут стоим и думаем, откуда? Так откуда, откуда? Так же он берет промзабой, продает ее. И он на промзабой. И теперь вопрос, сколько этот промзабой стоит? Я еще раз вам говорю. Первоначально возвращаясь к тому, что, когда вам говорят, вы торгуетесь там, где лицемеры. Я про отечественных лицемеров сейчас буду говорить. Про тех же самых лицемеров, естественно. Так они берут это мясо по 120 рублей. Потому что я его брал в светофоре. Это часть, часть, не торопись. В светофоре можно было свинью брать целиком, всю половину туши за 160 рублей. Вот я лох. Вот я лох. Вот я лох. Я всем объяснил, что я лох. Потому что надо было сразу брателу своему позвонить. Он в Екатеринбурге этим делами-то и занимается, естественно. То есть я бы взял бы, конечно, не пол туши, а взял бы целиком туши. Потому что, извините, а из маслов я делал очень хорошие супы. Мне это нравится. Из сала я готовлю то же самое. Сало соленое. Это тоже мне нравится. Ну, лох я был. Но теперь чуть-чуть дальше и чуть-чуть поинтереснее. Я зашел в этот же светофор и увидел, что там продаются финики. Финики. Знаете, сколько финики стоят здесь? И во всех наших торговых точках, где все такие, типа, навороченные. То есть они там стоят 260 рублей. Из цены, блин, в 110, 200. Это для чего? Это они просто берут там и вам продают. Ну, гадство. То же самое арахис. Вы думаете, что он каких-то космических денег стоит? Он там стоит 163 рубля за килограмм. За килограмм. А здесь вам продают за 300 рублей. Это что такое? Еще раз вам говорю. Давайте, включив наши мозги, будем думать. И не будем покупать, где на нас пытаются заработать деньги. Просто скажите, что мы в другом месте берем и дешевле. Раз, два, три. И если 100 человек придет и об этом ему скажет, то он либо это сделает по уму, либо не будет бабки свои откидывать. К слову о том, что я знаю, сколько эти люди откидывают бабок. То есть что такое город Магнитогорск? Город Магнитогорск, он всю жизнь был закрытым городом. А сейчас здесь очень много людей. У меня нету никаких националистических принципов. Мало того, мне очень нравятся все люди, естественно. Я нормальный человек. Я воспитан в Советском Союзе, понимаете? Я оттуда. И я прекрасно понимаю, что все люди – это человеки, это дитя Божье нашего. Даже если вы думаете, что Господь Бог и Коран, в смысле, имеют два разных... Корень-то один и тот же, верим мы в одного Бога нашего. Он высылал сюда, ну, в данном случае, если Иисус Христос – это был его сын, а Магомед – это был тоже последователь Господа Бога нашего. Вы должны понимать, Бог один. Один, единственный Бог. Мы все в Него верим. Эти люди приезжают сюда и пытаются деньги на нас заработать. Я еще понимаю, если бы они оттуда все это делали, но они просто тупо, беря в светофоре, лепя свои деньги, все это дело нам продают. Мне это реально не нравится. Я просто видел количество людей, которые бабки туда переводят. Это космос, реальный космос. Ну, господа мои, давайте все-таки вернемся на круги свои и вспомним, что лицемерие к нам привезли по полной программе. И будем так же с ними бороться. Нет, и все. Будем бороться в другом месте. И, в принципе, я бы вам советовал туда смотаться. А есть еще и другие места. Но вообще самый оптимальный вариант это все-таки сельское хозяйство, настоящее, свое личное сельское хозяйство. И тогда вы, в принципе, можете прожить на нашу пенсию здесь.